Я пролистаю статистику, потому что не очень я понимал, какую мне презентацию делать. Понятный красивый рисунок рецидивного рака шееки матки после химиолучевой терапии, что, наверное, метод хирургический имеет место быть в таких ситуациях. Огромное количество центров, причем гинекологических проблем, не занимаются и не боятся делать операции. И, как вы видите, показатели пятилетней выживаемости достаточно приличные, стоят на уровне 50%, с достаточно низкой летальностью, несмотря на высокий процент послеоперационных осложнений. Как еще раз скажу, многие центры делают и много висцераций в год делают. С точки зрения хирургии, критерии выполнения висцераций очень простые. Мы должны выполнить висцерацию в объеме R0, потому что R1 и R2 – это плохо первичной опухоли оперировать. Лучше, чем рецидивной, потому что мы можем проще отнестись к реконструктивным компонентам. Отсутствие метастазов дает лучший результат выживаемости, чем их наличие в лимфоузлах. Отсутствие лучевой терапии и особенно исчерпанность ее дозы – это плохой фактор, потому что зачастую мы не можем определиться в краях резекции. R0 делаем операцию или R2. Ну и, соответственно, наличие отдаленных метастазов на сегодняшний день является, наверное, противопоказанием к висцерации как таковой, как радикальной опции лечения, только показание к жизненной какой-то потребности. В нашем центре, как я уже вчера говорил, 132 висцерации по раку шейки матки. Убираю, убираю, пролистываю, пролистываю, выживаемость. Есть все, 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 все. По поводу этого случая сейчас я вам все расскажу, что я хочу показать. Значит, по поводу этого случая я хочу привести вам просто интервью с человеком, который практически очень похожий у нее был лечение. У нее был рак шейки матки, леченый химиолучевой терапией, третья Б-стадия, леченый химиолучевой терапией в 2014 году. В дальнейшем у нее развился рецидив с выраженным болевым синдромом. Было ей проведено два курса химиолучевой терапии, два курса химиотерапии, которые она перенесла плохо. Платина, содержащие препараты были. Вот МРТ, прорастание рецидивного опухоли шейки матки в мочевой пузырь. Выполнено ей такое лечение, выполнена ей передняя висцерация малого таза, подтверждена рецидивная опухоль. Были у нее осложнения, но спустя полтора месяца она приступила к трудовой деятельности. Закрыты были ей все колостомы. И буквально в конце, вот передо мной месяца мы ее случайно поймали, потому что она ведет активную жизнь, занимается бизнесом. Ей нужно было поменять визу, получить новую финскую визу. Она ездит всюду в Финляндию, бизнесом занимается. А диспансер у нас находится около центра визового. Поэтому нам удалось ее поймать. Признаков рецидива нет. Это данная внутривенная урография. Эндоскопически все хорошо. Она работает. И мы... Вот эта у нас девушка с уростомой. И мы позволили опросить, записать фильм ее, опросник качества жизни. Оп. А звук можно включить? Ну, в принципе, на это мы надеемся. Поэтому поставили титр, поставили. Потому что в больших гостиницах всегда звука не бывает. Значит, прошло на сегодняшний день 48 месяцев после лечения. А вот я и хочу перейти к вашему случаю. Потому что не все это видели. Я и хочу сказать, что большинство гинекологов боятся вистрации маломатаза, потому что стомы, качества жизни нет. Но это неправда. Это неправда. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае надо выполнять эвистрацию. На мой взгляд, перед первым рецидиумом надо было проводить химиотерапию до, а не после. И, конечно, вопрос спорный. В каком объеме надо было, как надо было убирать влагалище. Ну, в общем-то, на все вопросы практически отвечаю, что во всем она достаточно удовлетворена даже в интимной жизни. Случай, на самом деле, очень интересный. И вот это представлено. Я его уже один раз видела. Но действительно, может быть, интересно будет аудитории посмотреть. Потому что, на самом деле, не каждый онкогенеоколог знает, что пациент, она достаточно живет в хорошем качестве жизни. Лечение рецидива рака, рака, щеки, матки – сложная проблема. У меня есть замечания по обследованию. Там, конечно, в этом случае я бы рекомендовал сделать позитронноэмиссионную томографию, чтобы исключить наличие дистантных метастазов. И уже будучи уверенным, что заболевание локализовано, уже формировать свое внимание на локальном лечении. Если эта опухоль, если лучевая терапия вообще имеет резерв в данном случае, конечно, это обязательно надо обсудить с радиотерапевтами. Если имеется резерв, я думаю, что имеется, потому что от первичной радиотерапии до рецидива прошло больше двух лет. Считается, что определенный резерв есть. И, конечно, если технически возможно провести брахиотерапию, это было бы наиболее щадящим вариантом. И, учитывая, все-таки, конечно, мадам на видео утверждала, что качество жизни не страдает. Но, честно говоря, я в этом не уверен. И относительно лекарственной терапии, при рецидивных опухолях очень хорошо себя зарекомендовал Бевасизумаб. Я бы, конечно, рекомендовал его включить в схему лечения. А экзентеративную хирургию оставить в качестве резерва, если не будет эффекта от более щадящих методов. Спасибо. Продолжение следует...